Всем привет! В этот раз будет интересная штука, называется спиннер. Вы уже поняли по названию. И вот эта штука, присланная мне byon.ru, стоит ни много ни мало 5000 рублей. Что за 5000 мы получаем в спиннере? Конечно, что? Вот такую вот коробочку деревянную, обклеенную. Ну, не знаю, очень похоже на карбон. Естественно, инструкцию. Ну и мягкую подложку под него. Ничего, в принципе, больше нам не завезли. Но этот спиннер должен наглядно доказать нам, что деньги были потрачены не зря. Давайте разберемся, какие особенности он нам предлагает за эти деньги. Ну, первое. У нас есть несколько вариантов настройки. То есть мы можем снимать вот эти модули и, например, превратить его вот в такое вот чудо. Который у нас будет вот таким рогаликом. И, в принципе, ощущения от раскрутки такого спиннера, они отличаются. То есть вот вы ощущаете, что немножко по-другому он крутится. Естественно, мы добавим сейчас все, чтобы был максимальный вес. Не будем упрощать задачу. Хотя, как один из вариантов использования, все-таки я не могу это не отметить. И давайте почитаем, что у нас, собственно, в этом спиннере такого любопытного. Здесь написано, что эксклюзивный спиннер с многоосевым вращением. Да, у нас это все на месте. У нас еще и по осям это все крутится вот здесь вот. То есть вот эта вот все штучка. То есть вот, грубо говоря, вот так вот мы можем его крутануть тоже. Ну и, конечно же, у нас здесь есть из высококачественной нержавеющей стали оборудован премиальным металлоракированными подшипниками, произведения в Германии. Количество подшипников 7. 28 деталей, изготовленных на высокоточном станке. Ну и может похваться горизонтальным и вертикальным вращением, собственно, что я вам сейчас и показал. Вот такая вот штука. 5 тысяч рублей. 5, я подчеркиваю. И, конечно же, противовес ему пойдет спиннер за ни много ни мало 100 рублей, купленный в ближайшем киоске с газетами. Обычный спиннер за 100 рублей. Такой можно в переходе купить, я думаю, за полтос. Первое, что бросается в глаза, отличие вот этого спиннера, собственно, от дорогого, в том, что дорогой, конечно, вообще не шумит. То есть за 5 тысяч раскручивать эту штуку одно удовольствие. Ну и, как вы видите, по то, что скорости вращения, по долготе вращения, конечно, этот уже затухает, а этот продолжает крутиться совершенно невероятным образом. И действительно делает это крайне долго. Этот уже остановился, а этот продолжает вращаться. Ощущение вообще нереальное. Ну, то есть он действительно крайне премиальный, приятный, вопросов нет. Да, он раскручивается как-то совершенно своеобразно. Я не знаю, не могу ничего здесь вообще ему противопоставить, сказать, что что-то плохо. Нет, наоборот, все хорошо. Ну и, конечно же, визуально для меня вот на глаз он выглядит немножко больше. У вас 60 кадров, и у вас есть ограничения. Я не знаю, с каким количеством кадров нужно снимать спиннер, чтобы он прям показывался так же, как я его вижу вживую. Видимо, сильно с большим. Но по факту вы видите, что он почти не вращается, а у меня это просто такая, знаете, кружочек из вращающегося спиннера. Такая кашица. Да, любопытно, но факт. Кадров просто не хватает. Потому что если вот я его помедленнее вращаю, да, то кадров уже хватает, и вот мы можем... Ну, если я его реально раскручиваю, то получается, что по большей части-то ничего у нас и не крутится. Ну, во всяком случае, визуально. Давайте наглядно будем по сравнительным характеристикам. Да, вот прям просто уже, а то про страционных рассудений слишком много, и видео затягивается. Смотрите, первый момент. Ну, конечно же, скорость вращения. Да, конечно, он в разы дольше вращается, и по скорости в разы выше, чем спиннер за 100 рублей. Здесь нет никаких посторонних шумов, вибраций и так далее. Он идеальный во всех смыслах, и на самом деле мне это безумно нравится. То есть отказаться от такого спиннера в итоге очень сложно. И на самом деле у вас он показывает, что сейчас не вращается, но он вращается. Если я его остановлю, вот вы видите, что я его остановил. Потом, конечно, премиальные материалы. Плюс компоновка. Здесь можно переиграть ощущения, открутить вот эти вот набалдажнички, и, собственно, у вас все получится иначе. Многосевое вращение здесь тоже доступно. И ощущения опять. Уменьшаем количество вот этих вот единиц на момент времени, и получаем другие абсолютно ощущения от вращения. Ну и, собственно, шумы, шумы, еще раз шумы. Мне вот этот спиннер не нравится именно шумами. Я до сих пор, вот, может быть, вы мне объясните в комментариях, я не знаю, я не получаю расслабление от этих штук. Ну, да, наверное, приятно, когда у тебя такая штука крутится в руках, но сказать, что я готов отдать 5000 рублей за спиннер, наверное, нет. Я не готов. Готовы ли вы, пишите в комментариях. Ссылку на спиннер оставлю в магазине, собственно, где он продается официально, в описании, но факт остается фактом, что, наверное, это самый крутой, безумно крутой спиннер за 5000 рублей, который, в принципе, ну, если бы он стоил, например, 2, даже 2,5, мог бы отыграть каждый рубль. Просто от удовольствия вращения его. Ну, он действительно очень крутой. 5000? Пишите в комментариях. Не знаю, вот такой вот ролик, немножко, наверное, странный и сумбурный, но факт остается фактом, что сложно рассказывать о спиннере. Не знаю, как это делают на ютубе, но факт остается фактом, что, блин, это реально офигенный спиннер, но он стоит 5000. Вот это вот меня мысль, она не покидает до конца. Окей, хорошо, спасибо, что смотрели, не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал, внизу есть соответствующая кнопочка, шарим данное видео себя в социальных сетях, ну, и пишем ваше мнение в комментариях, как я уже и сказал. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, было тупо, но все-таки не скучно. Спасибо, что смотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok